Добрый день, коллеги! С вами Ирина Хмелевская. И сегодняшний пост вызвал очень большое количество комментариев, отзывов и очень большое количество вопросов. И мои клиенты, мои психологи написали мне такой вопрос. Ирина, как может психолог измерить результат? Коуч может измерить результат, потому что они работают на конкретный результат. Как может измерить психолог результат? Психолог на самом деле не меряет результат. Но тем не менее, он внимательно прислушивается к тем словам, которые говорит человек на первой бесплатной консультации. Если вы работаете по моей модели, то вы принимаете сначала людей на бесплатную консультацию, затем заключаете с ними договоры на длительное сопровождение. Итак, мы внимательно слушаем, чего хочет человек. И я очень-очень внимательно спрашиваю его, чего он хочет. И когда он говорит, чего он хочет, я либо записываю, либо запоминаю, либо очень-очень внимательно проясняю понятия. Если человек хочет влюбиться, то я, значит, однозначно спрашиваю, что значит влюбиться? Что для него значит влюбиться? Влюбиться в кого? Влюбиться когда? Какие чувства он будет испытывать в этот момент? Если человек хочет избавиться от панических атак, что значит для него избавиться от панических атак? Возможно, уменьшить количество панических атак, которые приходят к нему снова и снова, когда он спускается в метро, например. И вот этот вопрос, как психолог может измерить результат, он зависит не от психолога. Он зависит от того человека, который к вам пришел. И вы вместе с ним находите тот результат, который хочет, еще раз, человек. И он сам его измеряет. Если, например, женщина хочет встретить мужчину своей мечты, такой запрос. Часто очень мои психологи работают с этой темой. То, естественно, вы не можете гарантировать, что она встретит мужчину своей мечты за три месяца работы с вами. Но вы ей можете гарантировать три встречи с мужчинами, с разными мужчинами, которые она сама выберет на сайте знакомств. Например, оцифровать можно все, абсолютно все. Даже депрессию, даже тревогу, даже какие-то очень-очень сложные вещи. У меня первое образование экономическое, второе юридическое и третье психологическое. И вот первое экономическое образование, оно мне как раз помогает мыслить цифрами. То есть я помогаю психологам найти цифры какие-то. Если женщина хочет похудеть, мы составили суперпредложение, суперпредложение с психологом, которая была у меня там в позапрошлой-позапрошлой группе еще. Как похудеть на 10 килограмм и влезть в старые джинсы. Ну, то есть это вполне себе измеряемый результат. И вы понимаете прекрасно, что может быть за 3 месяца она там похудеет на 10 килограмм, либо не похудеет на 10 килограмм, но у нее очень четкий измеряемый результат. Она влезет в старые джинсы. Даже психолог может этот результат не гарантировать еще раз, а предложить клиенту. И как правильно уже сказала одна читательница в сегодняшнем посте, она сказала, но мы же не можем гарантировать результат. Мы не можем гарантировать результат. Еще раз, я всегда говорю, что и психолог, и человек находятся, ну вот представьте, на одной прямой. Ну, то есть и они идут к какой-то цели. И психолог делает свои 5 шагов, и клиент делает свои 5 шагов. И психолог, я как психолог могу сделать все, что от меня зависит, предоставить все свои знания, всю свою поддержку, задавать правильные вопросы, давать какие-то техники человеку для того, чтобы он пришел к этой цели, которую он сам себе ставит. И именно тогда я могу гарантировать еще раз свою работу, свою включенность, свои какие-то навыки, таланты, дары, которые у меня есть, все, что я изучила, но я не могу гарантировать результат человеку, который не движется, который стоит на месте. Так бывает, что человек, например, заключает договор и не приходит на встречи. Но вы ничего не можете сделать, даже если он вам заплатил много денег. Вы ничего не сможете сделать в этом случае, если клиент отказывается приходить на встречи по каким-то причинам. Такое бывает, редко очень, но такое бывает. Заплатил и не поехал. И в то же время я однажды была у адвоката. В моей жизни была достаточно печальная история, не связанная со мной, но связанная с моими родными и близкими. И мне пришлось искать им адвоката, очень хорошего адвоката в Москве. Он жил на Астар-Марбате, в таком старинном-старинном доме. И меня к нему пригласили по великому знакомству. Он какие-то очень суперизвестные всероссийские дела всегда как адвокатировался. В общем, он там работал по вот этим делам. И меня пригласили к нему для того, чтобы я могла проконсультироваться. И мы приехали к нему с другом. У него такая маленькая-маленькая собачка, знаете, такой большой дядечка, такой прям большой адвокат, серьезный. Я когда зашла, я обалдела. У него, знаете, такие все стены в библиотеках, все в библиотеках, такое огромное количество книг, тома, тома. Это прямо, знаете, как в историческом фильме каком-то. Заходишь, а там прямо в библиотеке такие, и сверху до низу полки вот эти с книгами. И вот этот такой солидный-солидный мужчина рассаживается в кресло. Я тоже сажусь в кресло. И я ему показываю дело. Он изучает вот такое толстое дело. Он изучает, смотрит-смотрит, листает его. И я говорю, ну вот, представляете, вот мне там говорят, что вот такие есть варианты, такие варианты, такие варианты. Что делать? Если я вот сейчас там заплачу кому-то, там взятку какую-то дам, еще что-то. Он говорит, никогда не давайте никаких взяток, никаким адвокатам, и вообще никому не давайте никаких взяток. Это все сейчас подсудно, и все это судится. Я говорю, хорошо, а что мне делать? Он такой говорит, тогда в этом случае идите к адвокату, к хорошему адвокату, и просите, что он может предложить, какие у него есть предложения. Я говорю, а какие-то гарантии есть, вот что я приду, и этот адвокат хороший, или что? Он говорит, если адвокат вам даст какую-то гарантию, плюньте ему в лицо и уходите, потому что ни один адвокат на судах не может дать гарантию. Вот перед процессом, либо в процессе суда, он не может дать гарантию. Даже адвокат, у которого судебное право, у которого дела, у которого вообще там все в порядке, все измеряется, но даже адвокат не может дать никакую гарантию. И это плохой адвокат, который дает гарантию. Плюньте ему в лицо. То же самое, вот этот принцип я использую уже очень много лет. Нет, если вам психолог даст гарантию, плюньте ему в лицо и уходите к другому психологу. Никто не даст вам никакой гарантии. Как я могу дать гарантию женщине, которая пришла ко мне и хочет родить ребенка? Я не Господь Бог, я не могу. Вы знаете, я однажды смотрела фильм на английском языке, и там мужчина очень хорошо спросил. Он спросил, скажите, пожалуйста, какая разница между врачом и Богом? И Бог... Сейчас, как же там сказали? Я вот всегда забываю эти шутки. Сейчас. Бог точно знает, что он не врач, как-то вот так там шутка. Ну, в общем, все, я похерила эту шутку. У меня с шутками прям совсем плохо, видите? Но дело не в этом. Дело в том, что... Ой, кто-то хочет прям участвовать. Кто-то хочет участвовать. Пожалуйста, давайте попробуем. Если вы хотите участвовать, есть прямой эфир вместе со мной. Пожалуйста, я только за. Можете напрямую задавать вопросы. Отклонил. Видимо, нечаянно нажали. Хорошо. Итак, на сегодня вот этот короткий эфир, в котором я четко рассказала, какую гарантию может дать психолог или не может дать гарантию психолог. И самое главное, какой результат психолог может обещать клиенту или не обещать клиенту. Это ваше право. Но вы всегда, еще раз говорю, можете выяснить у клиента очень четко, что он хочет. Это самый главный вопрос. Что он хочет. Еще раз, эфир маленький, короткий. Рекомендую тем, кто приснился, попозже его пересмотреть, для того, чтобы понять про то, что я написала в сегодняшнем посте в Инстаграме. По поводу того, насколько вы оцениваете свою работу за час, либо вы оцениваете ее за результат, за общее какое-то движение и ваше, и движение клиента к той цели, которую клиент ставит. Если вы работаете совсем бесцельно, то, как написали тоже многие психологи, можно ходить годами. К психологу можно ходить годами, и это тоже, знаете, клиент ставит цель исследовать себя. Это абсолютно нормально. И вы тоже работаете с этой целью. Ко мне на тренинге, вот на группу «Деньги-2» прям специально пришел клиент, специально пришел психолог, который говорит, я хочу исследовать тему денег. У него не было запроса заработать больше. У него была тема, прям запрос исследовать тему денег. И человек ушел очень довольный, потому что он получил за 3 месяца работы огромное количество знаний по поводу денег, что и как с ними делать, и как прорабатывать, какие темы. И сейчас этот психолог работает со своими клиентами в теме денег. Поэтому еще раз, ваши клиенты могут ставить исследовательскую цель. Не обязательно это цель, которая вот прям дает гарантированный какой-то результат. Но еще раз, можно избавиться от депрессии, можно избавиться от панических атак, можно выйти замуж, можно родить ребенка, можно все-все-все вот это сделать, и никаких гарантий в то же время вы не даете. Но вы ставите это как результат. И бессознательный человек начинает уже думать об этом результате. И вы помогаете ему оставаться и идти к этой теме вдохновенно, не падая, либо падая периодически. Вы его поддерживаете в эти моменты. Но желательно, чтобы он ставил себе какую-то цель. Потому что что бы ни получилось, как в Алисе, которая в стране чудес, которая спрашивала кота, а скажите, как мне куда-то прийти? А куда же вы идете? Я никуда не иду, я иду просто так. Тогда вам без разницы, куда идти. Понимаете? Тогда это просто поход, как у Алисы в стране чудес. На сегодня все. Я сегодня в красном, потому что у нас День Святого Джорди в Каталунии, в Барселоне. И мы сегодня проводили испанский язык в красной одежде на фоне красных роз. Все. Счастливо всем, Ромашек. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова